Капитальный ремонт в многоквартирном доме – дело серьезное и коллективное. Сегодня жители многоэтажек уже приходят к осознанию того, что забота о сохранности кровли и утеплении подвалов – это их зона ответственности. Толчком к пониманию стала работа властей, которая в 2008 году запустила механизм содействия развитию ЖКХ. Как он сработал в Славянском районе, что удалось сделать, смотрите в первом материале выпуска. Капитальный ремонт в частном доме были выделены значительные средства в помощь жителям на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов. Практика показала, что получив такой стимул, люди начинают и сами по-другому относиться к своему жилью. Тому пример – пятиэтажка по улице Ковтюха, 27, где уже три года возглавляет ТСЖ Людмила Нестерова. Благодаря программе им удалось отремонтировать кровлю, теплоснабжение, электричество, установить общедомовые счетчики, но на этом жильцы не остановились. Продолжая исправно собирать средства уже самостоятельно, они отремонтировали канализацию, сделали отмостку дома, устанавливают во всех подъездах пластиковые окна. Вот сейчас на счете почти ничего, начнем собирать, будем потихонечку делать подъезды. Этот дом не видел подобных объемов работ с момента постройки в 79-м году. И если бы не толчок, который дала программа, возможно, ему пришлось бы еще долго стоять в разрушающемся состоянии. Живут еще, понимаете, старыми мерками. Начинаем объяснять, начинаем это самое работать. Каждому все. Кто-то понимает, кто-то принимает штуки. Но вот в последнее время, вот сейчас, уже стали более-менее видеть, что здесь, конечно, плюс. В Славянском районе возможностью участвовать в программе воспользовались владельцы многоэтажек в Забойском, Прибрежном и Славянском городском поселениях. Порядка 200 миллионов рублей удалось привлечь для капремонта сотни домов. Обновлены крыши и подвалы, фасады, внутридомовые инженерные коммуникации, приборы учета. Славянский район признан в крае одним из лидеров по реализации программы. С 2014 года работа фонда будет направлена в основном на решение масштабных проблем коммунального хозяйства, одна из которых – переселение людей из ветхого жилья. За время действия программы по переселению из аварийного жилья удалось решить жилищную проблему практически для 100 человек. На эти цели потрачено более 30 миллионов рублей. И в планах на ближайшие годы – переселение еще трех аварийных домов. С этого года работа по ремонтам в многоквартирных домах переходит в новое русло. В крае уже создана некоммерческая организация «Региональный оператор», которая призвана помогать жителям собирать средства на капитальное обновление их жилья. Собственно говоря, сборы средств на эти нужды велись всегда, но только тратились они на косметический ремонт. А потому жители многоэтажек часто сетовали на нерешаемые проблемы в их домах. Теперь же появится новый вид платежа, который предусматривает накопление собственниками денег на будущие капитальные ремонты. Сбор средств могут осуществлять сами собственники помещений многоквартирных домов на специальном банковском счете, а могут положиться на регионального оператора. Основным плюсом второго пути является то, что здесь действует принцип кассы взаимопомощи. Если ремонт нужен в ближайшее время, а на счете средств еще недостаточно, региональный оператор дает их в рассрочку в счет будущих поступлений. Решить вопрос, как накапливать деньги, предстоит жителям всех без исключения многоквартирных домов. Они должны будут определить это на собрании жильцов. Если же собственники не смогли принять решение, то их дом по умолчанию должен будет накапливать средства на счете регионального оператора. Основной вопрос, который сейчас задают жители, когда новый механизм накопления средств начнет работать на полную мощность и что делать? Опасаться регионального оператора не надо. Законом предусмотрена высокая степень ответственности за накопление граждан. К тому же деятельность оператора предусматривает ведение капремонта высоток от начала работ до приемки акта выполненных работ. Когда же мы начнем жить по новым законам? На сегодняшний день в крае ведется работа над программой. После ее утверждения опубликования в течение двух месяцев жильцам необходимо провести общее собрание, определиться со способом накопления средств и по истечении трех месяцев начинать сбор средств для капремонта. Кстати, в нашем крае парламентарии пошли по пути принятия решения об установлении минимального взноса отчислений на капремонт на 2014 год. Он составил только 70% от установленного общероссийского показателя. Для граждан края это будет 5 рублей 32 копейки с квадратного метра. Причем платить теперь будут не только жильцы, но и собственники парикмахерских, магазинов, аптек, стоматологических кабинетов и прочих организаций, выкупивших нежилые помещения в многоквартирных домах. Если, по мнению собственников, взнос не может покрыть все грядущие расходы, они могут увеличить его размер на общем собрании. Платить по-новому мы, скорее всего, начнем не раньше середины года, потому как на Кубани пока неизвестна точная дата публикации программы. Именно поэтому 2014-й будет годом накопления средств. А уже в последующие годы начнется беспрерывный процесс проведения ремонтов, который в итоге должен привести к комфортному будущему с горячими батареями и надежными крышами.